В начале было слово Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие друзья! И снова в нашем прологе мы обратимся сегодня к достопамятным сказаниям о египетских отцах-пустынниках. Ведь в этих древних сказаниях есть много такого, что и сейчас помогает людям принимать правильные решения, находить верный путь в жизни или просто заставляет задуматься. Жил в египетской пустыне один великий постник, известный своей безупречной, благочестивой жизнью. Многие, даже седые монахи, шли к нему за советом из самых отдаленных уголков пустыни. Но вот почувствовал постник, что приближается час его кончины. Призвал он тогда одного послушника и отправил в дальнее селение за священником. Узнав, что умирает такой известный старец, священник даже немного опасался к нему идти. «Я должен ему исповедоваться, а не он мне», – говорил Иерей. «Да, хоть и ношу я священный сан и служу литургию, да вот только никаких подвигов не имею. У меня ведь большая семья, и жена, и дети. Когда тут думать об усиленных постах и ночных молитвах? Лоб перекрестишь – и то слава Богу». Ну, слово словом, а дело делом. Наскоро собравшись, поспешил священник к умирающему старцу. Прямая дорога лежала к нему через дикую пустыню. Худая молва ходила об этом унылом месте. Говорили, что орудуют там целые шайки разбойников. И действительно, не прошли священник с послушником и трех верст, как увидели, что к ним приближается вооруженный человек. Это был известный во всей округе злой разбойник. «Куда идете?» – грубо спросил он. Но, услышав, что идут они к знаменитому старцу, немного охладил свой пыл и сказал с ухмылкой, «Пойду и я с вами. Как простые люди умирают, я много раз видел. Хочу теперь посмотреть, как умирает святой человек». Делать нечего, с разбойником не поспоришь. Пошли они вместе. Может быть, оно и к лучшему, потому что не раз еще встречались им на пути некие странные личности с мечами и копьями. Но, узнавая в одном из путников отъявленного злодея, в испуге бежали прочь. Итак, пришли путники к старцу. Тот уже тяжело дышал, и его вынесли из кельи наружу. Священник начал его исповедовать, а разбойник стоял неподалеку и внимательно за всем наблюдал. Тихо и спокойно причастился старец. Ни тени страха, ни малейшего смущения не было на его лице. Только тихая, светлая радость. «Благо тебе!» Вдруг раздался душераздирающий крик. «А какая же смерть ждет меня?» Все невольно обернулись в ту сторону, где стоял разбойник. И что же увидели? У того, наверное, впервые в жизни по щекам текли слезы. Он даже не умел их стирать с лица. До того они были ему непривычны. «А чего же ты хочешь?» Вдруг слабым голосом, но не без некоторой надменности, ответил ему умирающий старец. «Смотри, сколько лет прожил я в пустыне, сколько добра сделал, как много подвигов понес. Потому и смерть у меня такая мирная. А о твоей смерти я даже боюсь помышлять». Но разбойник его уже не слышал. Побежал он в свою дикую пустыню. Громкие вопли и стоны вырывались из его груди. «Горе мне!» – кричал он. «Погиб я! Погиб!» «Погубил свою душу!» «Даже не ведая я, как обращаться к Богу, знаю только одно слово – помилуй, помилуй меня, Боже! Хоть в жизни своей я редко кого миловал!» Еще долго оглашал сей лютый злодей дикую местность своими причитаниями. А потом внезапно упал на землю и испустил дух. А дальше было и совсем удивительное. Один святой человек, которого все звали Юродивым, побежал в ту пустыню, нашел тело разбойника, встал над ним и начал петь, плясать, веселиться. Потом стремглав помчался к келье уже скончавшегося старца, того уже несли на погребение. На взрыв плакал Юродивый, следуя за его телом. Видевшие все это люди были в недоумении и спрашивали Юродивого, «Почему ты веселишься над телом разбойника, а святого старца так горько оплакиваешь?» Юродивый ответил, «За несколько минут до смерти старец возгордился и погубил свои заслуги, а разбойник в один час принес горячее покаяние и получил удел в Царстве Христово». Как видите, друзья, никогда в нашей жизни не должны мы превозноситься своими достоинствами. И покаяние наше должно быть таким же искренним, как у того разбойника, который вдруг прозрел сердцем и ужаснулся сам себе. Его молитва была услышана и душа спасена. Помните, друзья, все, что мы делаем, мы в первую очередь должны делать для спасения нашей души. До свидания, друзья. До новых встреч. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова